Несмотря на то, что выпуском грузовой техники в нашей стране занималось достаточно много предприятий и грузовики сходили с конвейеров тысячами для нужд огромной державы, занятой постоянной стройкой и освоением территории, этого все одно не хватало. И тут на помощь приходили наши соседи из Восточной Европы. Одним из активно экспортируемых грузовиков стал Татра 138. Родина этого автомобиля – Чехословакия, где его выпускали в период с 1959 по 1971 год. Надо сказать, грузовик получился очень неплохим. Чисто внешне в глаза сразу бросались современная кабина с модным капотом. Широкие панорамные стекла тоже выгодно отличали Чехословако от наших аналогов. А кроме того, Татра был еще и полноприводным. Одним из главных плюсов модели был ее мотор. 180-сильный, он имел объем практически в 12 литров. Кстати, ходят слухи, что водители со стажем, пересевшие на импортного коня, постоянно жаловались на то, что двигатель перегревается, а вот оказавшаяся за рулем молодежь ничего такого не отмечала. Правда, это скорее всего слух, но если вы что-то по этому поводу знаете, можете поделиться в комментариях. Просторная и удобная кабина Татры легко вмещала три человека. Для удобства управления автомобиль был оснащен гидроусилителем руля. Коробка передач пятиступенчатая, грузовик мог увести 12 тонн груза. На деле же его очень часто перегружали, так что приходилось Татре таскать и под 20 тонн. Для разных нужд автомобиль производился в нескольких модификациях. Обычно это, конечно, были самосвалы, но попадались и бортовые грузовики. Можно было найти пожарные автомобили на этой базе или вовсе тягачи. Для доставки медицинского оборудования и медикаментов была создана специальная версия. У нас же чехословацкие грузовики чаще всего применялись за полярным кругом. Дороги на Дальнем Востоке и в Сибири оставляют желать лучшего, так что полноприводный грузовик там пришелся как нельзя кстати. Татры активно использовали при строительстве ГЭС в Восточной Сибири и Карелии, да и основание многих городов Заполярья без них не обошлось. Однако не стоит думать, что это чисто северная техника. Грузовики неплохо зарекомендовали себя и в жару, так что другие регионы СССР в свое хозяйство импортную технику тоже получали. Общее количество завезенных в страну чехословацких грузовиков перевалило за 8200 экземпляров. Сейчас на ходу их практически не осталось, а те, что иногда встречаются, напоминают о подвиге наших дедов, которые с помощью Татра-138 осваивали отдаленные уголки Советского Союза.